Радио 54 1. Областное радио Мячик Ну и важнейший атрибут это валенки Да, вот про экипировку и про правила Вообще, хоккей с мячом, как оказалось Нет, нет Это микс такой О, расскажите Некий микс Хоккей с мячом Это игра бенди У нас называется русский бенди Это игра для хоккея с мячом И мячик, да Вот мы оттуда и взяли мячик Хоккей с шайбой Это клюшка обязательно Шайба, коньки также, да Ну все, пересеклось у нас Мы взяли хоккейную клюшку для хоккея шайбы Мы взяли мячик из русского хоккея Ну и добавили валенки Убрав оттуда коньки Все просто Не нужна никакая там экипировка защитная Если, конечно, человек там опасается чего-то Он может, конечно же, одеть эту экипировку Но валенки, они в принципе защищают человеку Надкосницу, где-то там коленки и так далее Валенки обычные Обычные валенки Чем толще, тем лучше, наверное, да? Ну, чем толще, тем сложнее А-а-а Тем сложнее Валенки, они меньше, конечно, скользят Потому что, ну, как бы Его назвали хоккей на валенках Ну, часто люди ленятся Не берут валенки, ну, выходят в спортивной В зимней одежде, в спортивной зимней обуви Но она скользкая На льду она скользит Ну, это более травмоопасно Владимир, вы за эфиром говорили, что хоккей на валенках, он, в принципе, тяжелее Я так понимаю, это связано в первую очередь со скольжением А еще, может быть, есть какие-то дополнительные факторы? Вы знаете, он тяжелее в чем? В перемещении на льду Чем на коньках Но на коньках не каждый умеет кататься Поэтому это более демократичный вид спорта Здесь все равны И профессионал, и любитель Одел коньки у тебя уже нет Одел валенки, у тебя уже нет преимущества За счет коньков, которые ты можешь Как в бане В валенках все равны Да? Здорово Ну, нужна ли какая-то специальная тренировка для этого? То есть вы занимаетесь хоккеем на валенках с будущими игроками? Или на дело и, в общем-то, вперед? Смотрите, мы практикуем Мы говорили, что наши площадки не всегда хорошо обслуживаются И бывает, приходят дети на занятия И в тросы на занятия А лед, допустим, не почищен Либо лед в плохом состоянии Там, потрескался Нельзя кататься Чтобы не споткнуться Чтобы не получить травму Ну и что? Все пришли, собрались Что делать? Одеваем валенки Берем клюшку, берем мячик И побежали И побежали Проводим такую же тренировку Интересную тренировку А потом двухстороннюю игру между собой Также на валенках Расскажите о схеме турнира Кто может в нем принять участие Как подать заявку Где потренироваться Ну, все подробности Потренироваться можно на уличных площадках Которые у вас находятся во дворах Можно ознакомиться с информацией У нас на сайте То есть в феврале месяце Мы планируем начинать это все С Кировского района В Кировском районе На площадках Зорги 107 И Петухова 160 Мы будем организовывать И проводить данный турнир При поддержке администрации Кировского района А также фонда Общее дело Запись можно осуществить Будет на сайте Либо позвонить по телефону Который я говорил ранее А также Ознакомиться с информацией У инструкторов Которые работают На данных площадках Мы будем выбирать Категорию Мы говорили, что Можно и детей Можно и взрослых В зависимости от Заявленных и количества команд Мы будем Управлять данным коллективом Варьировать А как в хоккей Великолепная пятерка и вратарь Состав тот же Да, вы знаете Все так же просто Максимальное количество Это 5 полевых игроков И 1 вратарь Минимальное количество Это 3 полевых игрока И тоже вратарь В зависимости от площадки От размеров Разметка здесь Не важна Есть разметка Хорошо Нет разметки Ничего страшного нет На воротах Вратарь Может находиться Без амуниции То есть Мы привыкли Что в хоккей Шайбе есть ловушка Есть блин Здесь этого нет Человек в перчатках В варежках Стоит на воротах И ловит Мячик Да, он же полегче Чем шайба Конечно Радио 54 Первое Областное радио